Дорогие женщины, поздравляю вас с великим праздником весны и любви с 8 марта. Дорогие женщины, желаю вам здоровья, счастья, в первую очередь в семье, чтобы были здоровы ваши дети, чтобы была душевная гармония и любовь у вас не покидала. Еще пару моментов. Мир троичен, противоположности, свыше они объединяются. Это то, что меня очень сильно удивило, я помню, в свое время. И не имеющее удивление, я помню, было у меня, когда я узнал, что еще сто лет назад в России не знали слова «люблю», говорили «я тебя жалею». К чему я это все говорю? К тому, что мы божественные и мы снаружи одеты в человеческую оболочку. Мы божественные и любящие, чистые всегда изнутри по своей сути, по своему происхождению и несовершенны снаружи. И очень важно видеть главное. Тогда будет душевная гармония. Очень важно видеть не только форму, но и содержание. Вот феномен квантовой физики еще заключается в том, что выяснилось, наблюдатель воздействует на тот объект, на который он смотрит. То есть экспериментатор подходит, наблюдает за поведением электрона, и он тут же начинает менять свое поведение. О чем это говорит? О том, что наши чувства, наши эмоции связаны с пространством, с полем. И самый главный вывод. Каким мы видим этот мир, таким этот мир становится. Если мы видим божественное и понимаем, что мир прекрасен, мир становится прекраснее. Если мы видим только форму и недовольны, говорим, что мир не жесток, не справедлив, мир становится жестоким и несправедливым. Поэтому, дорогие наши женщины, хотел бы вам сказать, еще раз сказать, что мы, мужчины, в каждом мужчине есть обиженный, испуганный ребенок, который мечтает о душевном тепле, о ласке, о внимании и заботе. И вот этот ребенок, который мечтает получить душевное тепло, находится в каждом мужчине. Вот это не нужно забывать. Каждый мужчина носит в себе образ Божий. Поэтому первое чувство по отношению к мужчине и к любому человеку, которого вы видите, это реакция на Всевышнего. Это чувство любви, тепла и единения. И самое главное, мы, мужчины, можем быть несправедливыми, глупыми, можем неправильно себя вести, но мы вас всегда любим. И вот это, уважаемые наши прекрасные женщины, никогда не забывайте. С 8 марта здоровья и счастья!